здравствуйте в этом видео уроке я расскажу как сделать вот такие наборы для волос они состоят из вот таких заколочек вот посмотрите заколочки и резинки вот один у меня набор уже сделан второй почти доделан резиночка вот такая яркая оранжевая нижний слой состоит из пяти лепестков верхний слой у меня подобран зелененький такой и пуговка в серединке такой крупной заколки решила не делать оставила только зеленую часть из пяти лепестков и пуговичка прикрепила на заколочку клеем надежно все осталось только один крупный цветок сделать и пришлись к такой резинки для этого нужно и если вы видите что пять лепестков зеленых пять оранжевых то соответственно необходимо подготовить пять элементов для зеленого вот у меня заготовки такие шаблоны 5 сантиметров диаметром я брала вот для вот такого цветочка зеленого и для наружного я взяла диаметром 7 сантиметров тоже 5 круг круг кругом необходимо подготовить можно брать легкие ткани в моем случае это шифоновая ткань можно брать трикотажная ткани и потом определенном вот последовательности нужно будет сшивать в одном из видео уроков я уже показывала нас как делать украшения для волос и в них тоже я раскраивала 5 по 7 сантиметров кругов таких и 5 по 5 сантиметров и получались вот такие вот украшения для волос тоже такие заколочки мы делали но они отличаются от этих тем что они по-другому складывались сейчас я покажу как вот из вот таких вот кругов мы будем складывать вот так вот и сшивать по краю но вот здесь вот я взяла такую ткань шифоновая она по краю очень сильно сыпется вот здесь вот если потом я начну ее вот так вот складывать и по краю сшивать то у меня могут повылазить мои стежки поэтому рекомендую край немножко подпалить чтобы он дальше не осыпался вот у меня подготовлено свечка край нужно быстренько подпалю чтобы он не превратился в обугленное черное плотнение можно изначально попробовать какой-то отрез ткани потренироваться на нем на образце есть ткани которые мгновенно скручиваются и теряется форма круга но это уже изготовление других цветов вот у меня уже остальные все опалены круги что теперь нужно делать заправить иголку с ниткой чтобы она уже была готова у меня это нитка вот такая вот крепкая номер 10 и и я заправляю в одну нитку узелок по краю завязываю 5 лепестков что их нужно нанизать на одну нитку потом стянуть вот так вот складываю я круг беру иголку и по самому краю прошиваю швом вперед иголка так вот один лепесток у меня уже получается нанизан вот так вот на нитку теперь нужно также сама сделать остальные четыре круга закладывать в одну же сторону что лепестки потом смотрели красиво по разной сторону некрасиво так таким же способом я сделала зеленый цветок как-то и уступает так 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 и и вот пять лепестков нанизаны на одну нитку стянуты только теперь надо их шить я потуже стягиваю и соединяю начало швом с нашим окончанием так вот сначала скрепляю вот теперь что я делаю теперь здесь вот такой зазор и такой мягкий получился цветок я сшиваю края лепесточка встягиваю с лицевой стороны из изнаночной для надежности чтоб цветок был крепким сейчас вот я стянула только одну сторону как бы начал смотреть серединку из изнанки необходимо закрепить еще нужно смотреть что в лепестке были красивой формы получались если где-то вот видно что он начинает поворачиваться в другую сторону то лучше подтянуть край вот это изнанка будет у нас это вот лицу здесь я еще немножко стянула вот этот у нас уже готов цветок в такой же самой техники теперь необходимо наложить один цветок над рукой вот и шить между собой но только зачем сшивать вот по нескольку раз когда можно сразу положить сюда пуговку и уже прошивать прошивать вместе с пуговкой пуговка имеет такую ножку спрятанную надежнее хотя бы два-три раза точно закрепить стежками двумя-тремя вот еще я вот если смотреться то расположила в то верхний слой как бы не нас не на вот эти лепестки а немножко сместила зеленые находятся между ними вот как у меня два получилось стежка сейчас еще третий делаю поспешила так вот теперь с изнанки необходимо пришить такую вот резинку как я это делаю одна если в одном месте вы пришьете то когда вы будете завязывать то вот видны швы вот эти которыми мы сшивали цветок поэтому желательно определиться вот с центром и пришить резинку по периметру выбрать как бы вот этот круг и по кругу по контуру пришивать чтоб ничего вот этих припусков не было видно косыми стежками закрепил один раз к резинке один раз к цветку резинки теперь цветку вот видно вот если плохо пришить то серединка видна с этой стороны вот уже пришита ничего не видно в принципе все осталось закрепить нитку расправить цветочек такой вот набор получился для волос с такими вот заколочками создавайте украшения для волос своими руками и радуйте близких до встречи в новых видео уроках на блоге семиделухи точка ком оебина я вот вот Продолжение следует...